На проходной завода «Кроссфарма» сегодня немноголюдно. Предприятие на плановом ремонте. Практически все сотрудники в отпусках. Мероприятие это ежегодное. Но вскоре завод может встать навсегда, уверяет заместитель директора. Это случится, если утвердят новую схему теплоснабжения. По ней с котельной фарм «Энерго», которые обслуживают завод, снимаются все дополнительные нагрузки. Если мы снимаем тепловую нагрузку жилого микрорайона, вы прекрасно понимаете, что остается только тепловая нагрузка, это паровая нагрузка, которая необходима заводу. Когда будет исключена составляющая, так сказать, городская составляющая, население, то все затраты, которые происходят при производстве этого пара, будут переложены на стоимость этого редуцированного пара, что в свою очередь приведет к увеличению затрат на энергоснабжение завода «Кроссфарма» и, соответственно, приведет к удорожанию продукции самого завода «Кроссфарма». Сейчас котельная фарм «Энерго» обслуживает завод и 39 домов в Свердловском районе. По новой схеме теплоснабжения с 2024 года их отапливать будет ТЭЦ-2. О каких убытках идет речь в случае передачи домов в обслуживание СГК руководство фармацевтического завода пояснить не смогли, сославшись на то, что расчеты еще не проводили. В торгово-промышленной палате компанию поддерживают и считают, что этот проект нарушает антимонопольное законодательство. Мы не можем позволить убить действующее предприятие, которое является единственным поставщиком отдельной группы жизненно важных медикаментов и в том числе имеет мобилизационное предписание. Это предприятие необходимо в том числе для обороны. В Сибирской генерирующей компании, которая принадлежит ТЭЦ-2, комментирует заявление руководства «Кроссфармы» о возможном закрытии завода осторожно и больше оперирует цифрами. Если сравнить тепло на коллекторах ТЭЦ-2, то стоимость одной гигакалории 611 рублей. А тепло на коллекторах Котельной фармэнерго в два раза дороже – 1200 рублей. Разработчики нового проекта «Схемы теплоснабжения» тоже говорят, что принимали решения, исходя из расчетов, которые потом лягут в основу тарифа на тепло. Учитывались все составляющие – мощности теплоносителей, расходы на транспорт, ремонт, модернизацию и многое другое. И именно поэтому котельная «Кроссфармы», как и многие другие, должна быть закрыта. В новом проекте, прежде всего, принято к закрытию малые неэффективные котельные, а также неэффективные с точки зрения экологических выбросов. Они закрываются. Общее количество закрытия котельных к 2033 году – к закрытию 28 котельных. Остаются крупные источники, которые на сегодняшний день обладают дополнительными мощностями. Это РТК, это Крамс Энерго, ну и это все ТЭЦы. То есть две котельные? И ЭВРЗ. Сейчас проект схемы теплоснабжения находится в Москве в Министерстве энергетики. Документ туда отправили еще 8 июля. Предварительно его одобрила специальная комиссия при правительстве края. К концу августа решение должно быть принято, либо схему снова вернуть на доработку. И даже после утверждения в проект корректировки можно вносить ежегодно. Юлия Камлякова, Дмитрий Кучко, Афонтова, Новости.